Друзья, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, и мы сегодня получаем невероятный посох на первом уровне. Поехали! Поехали! Потому что если она скажет, вы обязательно тут сохранитесь, призови меня Атранаха Огненного, астронавта этого, то оно требует 130 маны, а у тебя всего лишь, о чёрт, у тебя всего лишь на первом уровне стоит и никак не сможешь туда пробраться. Так что будем надеяться, сейчас мне повезёт. Давайте сейчас быстренько я докладываю до этого пункта. Силой огня и льда. Я хочу подчинить себе волю окружающих. Я хочу исследовать тайны Этериуса. Просто хочу посмотреть. Попробуем убеждения. Давай экзамен. Вау! Можешь его применить? Так, ты покажешь... Я не знаю. Или можешь попробовать спросить... Вот. 30, всего лишь 30. Скажи, как ты его применяешь. Так, мы его получили, и, по-моему, это откроет нам проход дальше. Изучаем. Находим. Это всё в магии восстановления исцеляющей руки. И идём дальше, друзья. Так, дальше нам нужно пройтись по главному квесту. Это вступление. Она нам немножечко расскажет и покажет нам наши покои. Мирабелла. Сейчас мы их найдём. И дальше, что нам нужно найти? Ребят, здесь действительно, действительно можно получить посох. Невероятный посох. Даже несколько посохов на первом уровне. Я, короче, обалдел. Хочу огромное, огромнейшее спасибо сказать Михаилу Саару, который мне за это и рассказал. Спасибо тебе, друг. Спасибо. Ну, ладно, как. Давайте приступим. Но это всё не так-то просто. Но если вы знаете разные фишки, то это на самом деле и просто. Это отлинание, которое... Добро пожаловать. Опять. Итак, я тебе быстро покажу, что у нас есть и где находится. А потом пойдёшь на первый урок. Ну что, начнём? Давай. Чудесно. Следуй за мной и не отставай. Я просто пытаюсь понять, чем... Пока нам показывают, ребят, нам кое-что нужно будет ещё сделать. Это для того, чтобы пройти этот квест. Ну, если, конечно, вы уже где-то наворовали или насобирали денюжек, то вам нужно будет 1500. Ну, на первом уровне это, конечно, сложновато. Я вам покажу, как получить сразу и денюжки, ребят. И денюжки. Мы заходим вот сюда, до этого орка-библиотекаря, и здесь есть сундучок. Аккуратненько садимся, сохраняемся и взламываем. Так, ой, нелегко. Но мы его открываем. Здесь мы находим каких-то четыре странных кольца. Мы их забираем, они нам пригодятся позже, ребят. Так, и отправляемся в наши покои. Так, как только мы зашли, мы сразу видим, что мы сразу видим метлу. Она нам очень, очень пригодится. Это необходимо. Так что забираем метло. Раз, забрали. Первая вещь, которая нам поможет добыть этот артефакт, уже есть. Здесь нам дадут комнатку. Ну, кое-что нам нужно будет забрать. Ну что ж, первые вещи, которые нам нужны, это вот они. Так, что тут у нас? Огненная соль, друзья. Огненная соль. Мы ее забираем. Оп. Никто не заметил. Все хорошо. Следующий ингредиент, это морозная соль. Забираем. И нам нужна еще одна соль, которая тоже где-то здесь. Блин, она же, по-моему, была у меня в моей комнате, да? И вот, вот, вот здесь, да-да-да-да-да. И вот она, соль пустоты. Третий ингредиент. Третий. Тут еще много другого. То есть, мы взяли метлу, и мы взяли морозная соль, огненная соль и соль пустоты. Дальше, друзья. Дальше, 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 дальше. Мы отправляемся еще дальше. Подземный мир. Вот сюда. Она, по-моему, где-то здесь. Да, ребят, вот она. Вот, где мы как раз-то и скрафтим то, что нам нужно. Смотрите, ребят, здесь. Кстати, можно здесь уже огненную соль найти. Еще рубинчик и метлу. Так что не обязательно там было брать. Нам обязательно нужен орехалковый слиток. Его можно купить у любого торговца. Но тут специально для нас его приготовили. Единственное, что еще не приготовили, я вам сейчас расскажу. Ну что ж, давайте положим эти вещи вот сюда. Заходим в разное. Здесь нам нужно положить нашу метлу. Складируем. Заходим в ингредиенты. Это морозная соль, огненная соль и соль пустоты. Вот что мы сюда пока сложили. Но это еще не все. Ой, стойте. Стойте. Забыли положить. Забыли положить слиток. Да. Орехалковский слиток. Орехалковый слиток. Начнется. Неправильно прочитал. И едем дальше, друзья. Едем дальше. Мидден тьма. Отправляемся в тьму. В самую, что не есть тьму. Парень, который заглючил. Ну, пускай там остается. Ребят. Я еще давно спрашивал. Но, по-моему, это... Ситис. Ситис. Рука. Блияна. Это можно четко видеть. Реально прямая. Вау. Вы только посмотрите. Там еще анимация срабатывает. Сюда мы вешаем эти колечки. Так. Только нужно попадать на правильные пальчики. Ну, я думаю, методом тыка вы разберетесь. И наблюдаем, друзья. Наблюдаем. Четыре черепа. Ой, черт. Соединились? Где это я? Ты? Ну, ладно. Мы в подземельях под Винтерхолдской коллегией в Миддене. Мне уж казалось, этот день никогда не настанет. Я тебя освободил, Драх. Это тебе удалось разрушить связующие заклинания. Нет. Да. Неважно. Их души все равно заперты в Обливионе. А я остаюсь здесь. Ура. Отправляйся туда, где тебе место, Дримора. Мое место на борту моего корабля. В Абезинском море. Я в Абезинском море. Вот вам, пожалуйста. Но лучше, конечно, с ним договориться и получить другой лоуд. Поехали. Нам дается карта. Увидимся на той стороне, смертное существо. И он исчезает. Кстати, говорит, увидимся на той стороне. То есть мы когда-то увидимся. До конца этой пещеры. И попробуем найти эти невероятные сокровища. Кстати, для начала игры это очень, очень крутой буст. Если мы откроем карту, которую нам дали книги. Вот карта сокровища Велика Сейна. Это уникальная карта. То мы можем видеть вот такое вот место. Я, в принципе, знаю, где это находится. Но видно, что сверху коллеги Винтерхолда. И оно левее. И на большом рисунке видно, что здесь статуя Талоса. Талоса. А он, по-моему, вот здесь. Как мне спуститься, чтобы не разбиться? Наверное, как-то вот так. И отправляемся. Давайте сейчас быстренько. Вот, смотрите. Видите, коллеги? Вот следующее. Это руины. И вот маленький островок. Куда нам и нужно. И мы туда сейчас и отправимся. Здесь будут кое-какие волки. Кое-кто. Но особо ничего такого. Сейчас я буду говорить очень быстро. Очень быстро. На ускорение, чтобы пропустить скучное. Помню, первый раз я искал. Вау. Я, честно говоря, немножечко попарился. Хочу заметить, что любые сокровища, которые есть в Кайриме. Если вы не найдете карту сокровищ, вы никак, никак, никак их не найдете. Потому что они автоматически появляются только после того, как вы, когда вы находите карту, друзья. Так что и не старайтесь. Вы обязательно должны пройти этот квест. И только тогда сработает магия. Как мы видим, вдалеке я уже вижу, вижу, вижу статую Талоса. И мы отправляемся к нему. Зачем я это делаю? Это для того, чтобы нам вначале можно было кое-что продать и получить эти несчастные 1500. Нам нужен камень-душ. И все равно, полный он или пустой, нам нужен второй по величине. Или великий, или большой камень. Так что давайте найдем торговца. Но, в принципе, знаю, в коллегии Винтерхолда очень многие торгуют камнями-душами, потому что магия там каждому. Нужно, ну, конечно, максимум, что мы можем взять. Ой, смотрите. Тут у нас одноручное оружие. Уровень повышать не будем. И хочется. Если мы ныряем вниз, то здесь автоматически появляется этот лотик, эти сокровища. Господи, вы посмотрите, золотые слитки. Слитки. Мешочки с монетками. Драгоценные камушки. Да я все заберу. Большой сундук с лутом. Ну, на первом уровне, конечно, лут так себе. Кубок серебряный, который можно продать. И 60 монеток. Лут зависит от уровня, ребят. Давайте отправимся обратно. Для того, чтобы это все продать. и купить великий или большой камень. Душ. Так, ну что ж. Теперь нам нужно найти торговца. Давайте его найдем. Ребят, и вот у кого вы можете купить подходящий камень. Даже не за 1500, а за 1000. Фенис. Немного найдется место, где можно... Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Разное. И большой камень. Душ. Берем его. Отлично. Вот это магическая вещь. Господи, какая же она... Вау. И осталось нам сюда доложить большой камень душ. Кстати, он даже заполнен. Но, друзья, вы можете и не заполнен. Даже пустые работают. Даже пустые. Складируем. И у нас здесь есть большой камень душ. Метла. Морозная соль. Огненная соль. Орехалковый слиток. И соль пустоты. Окей. Давайте дернем за ручку. Ого. 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 Посох грозового атронаха. На первом уровне. Вау. Вау. Вы представляете, какой это буст. Это одно из самых мощных Существ Просто незаменим И вы можете его вызывать довольно много раз Вау Вау, вау, вау Ребят, ну что Если вам понравилось, ставьте лайк Подписывайтесь на мой канал И дальше будем проходить Точнее смотреть разные секретики Ладька, друзья, это был канал Мистер Кэт Счастья, здоровья вам Если вам понравилось, поставьте лайк Порекомендуйте это видео, друзья Вы этим очень сильно мне поможете Пишите какие-то еще секреты Спасибо вам, спасибо и пока